Илья Сачук – студент Политехнического университета. Учится на инженера энергетика на заочном отделении и параллельно работает кондуктором в трамвае. Узнав о том, что в депо уже в четвертый раз открылся мобильный кабинет вакцинации, решил воспользоваться случаем. Алгоритм тот же, что и в поликлинике. Сначала осмотр у терапевта, и вот он, первый компонент с заветными антителами от COVID-19. Вакцинацию проходят не только работники подвижных составов, но и те, кто трудится в административном блоке. В их числе начальник маршрутов Елена Немцева. Признается, это очень удобно. Оторвалась от дел буквально на несколько минут и снова в строю. Удобно, хорошо. На обеде я пришла. Сказали, не есть жареного, ничего острого. Первые три дня. И вот эта выездная вакцинация у нас уже четвертая по счету. Планируют еще в конце недели, в пятницу должна быть тоже еще одна очередная вакцинация. Но это удобно для наших работников, тем, что не нужно отходить от производства далеко. Уже поработал, вышел, сделал вакцинацию и все. Привиты уже более 400 человек. Я сделал, например, самую вакцинацию, у меня не было никаких симптомов. Я абсолютно спокойно перенес вакцинацию оба компонента. Сотрудникам необходимо изъявить намерение привиться заранее. И, исходя из списка желающих, больница рассчитывает количество вакцин, которые им необходимо привезти. Прививка добровольная. Далее бригады медработников направляются в депо. В этот вторник получили иммунитет от коронавируса 42 работника предприятия, трамвайно-троллейбусное управление. Гульфия Сафина, Константин Головин. События.